Танец плюс спорт равно акробатический рок-н-ролл, формула для зрелищной дисциплины. Движение в республике весьма молодое, но перспективное. На днях в Казани команда из Чувашии заняла третье место. Сейчас она готовится к местным соревнованиям. Чего же больше в акробатическом рок-н-ролле? Танца или спорта? Узнаем прямо сейчас. Кикбол ченж, кикстеп, кикстеп, кикбол ченж, кикстеп, легче, раз, два. Звучит как пароль для посвященных на деле основной ход в акробатическом рок-н-ролле. Держать темп обязательно 50 ударов в минуту, как пульс выносливого спортсмена. А у девчонок уже во время разминки на лице играет румянец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре. Танец состоит из основного элемента. Это кикбол ченж, кикстеп, кикстеп. Далее необходимы прыжки, также взаимодействие, портеры. Необходимы такие объемные фигуры, которые придают массовость. Все же это тренировки, а не репетиции. И официально они называются спортсменками. Кстати, в чувашский акробатический рок-н-ролл влились выходцы из фитнес-аэробики, что помогло девчонкам весьма оперативно подготовиться к казанским стартам и обойти команды из столицы Татарстана, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода. Об этих соревнованиях нам сообщили за неделю. И каждый день мы собирались здесь, в зале, тренировались, даже без тренера. Мы посмотрели на другие, более сильные команды, узнали, к чему мы можем еще стремиться. Надо больше вставлять основных шагов в программу. И также хромая техника исполнения. Работа над ошибками проведена, тренировки продолжаются в темпе рок-н-ролла. Ближайшие соревнования в апреле – первенство Чувашии. Из 45 человек – основных спортсменов 22. Они поделены на фармейшены. Фармейшены – это группа девушек. Есть фармейшен-микс. Ну, так как у нас мальчиков нет, он так сложилось. Потому что мы выходцы с фитнес-аэробики, а там в основном занимаются девочки. Хотя мы приветствуем мальчиков тоже. Детки, у которых, допустим, растяжка, шпагаты, канаты, махи, не столь высокие. Ну, бывает такое. Вот он очень хорошо подходит для акробатического рок-н-ролла. Нет мальчиков, поэтому нет выступлений парами. Только тренировки. И сложно выводить в композицию акробатические элементы, а они самые дорогие. Пары должны находиться плечо к плечу, плечо к плечу, таз к тазу, коленочки убрать, носочки соединить. Кроме того, на днях внесли изменения в правила. И акробатика должна быть как в парах, так и в группах. Над этим и предстоит в ближайшее время поработать спортсменам и тренерам. Они прикладывают все усилия, чтобы порадовать нас, как и самих. Показывают хорошие результаты на тренировках, на соревнованиях. И мы гордимся им.